Друзья, с вами вновь «Строй. Гарант. Анапа». И несмотря на морозную, ветреную, кубанскую погоду, мы хотим провести для вас обзорную экскурсию по коттеджному поселку Жемчужина. Коттеджный поселок Жемчужина расположен на территории села Цибанабалка, что в 8 километрах к северу от Анапы и всего в 4 километрах от берега Черного моря. Село Цибанабалка основано в середине 19 века. На правом берегу реки Можепсин, которая впадает в Черное море. Основным видом деятельности местных жителей изначально было сельское хозяйство и виноградарство. Постепенно населенный пункт Рос развивался. На сегодняшний день Цибанабалка является административным центром Приморского сельского округа муниципального образования города Курорт-Анапа, куда входит несколько окрестных хуторок и поселков. По данным последней переписи, численность населения составляет 6 тысяч человек. Но эти данные, безусловно, уже устарели, так как количество постоянно проживающих в селе постепенно увеличивается за счет миграции из других регионов России. Как и везде на юге, среди сельчан много разных национальностей, но основная масса приезжающих именно славянского происхождения. С уверенностью можно сказать, что в Цибанабалке есть все необходимое для постоянного проживания. Прежде всего отметим наличие собственного детского сада, общеобразовательной школы. Функционирует муниципальная амбулатория номер 6, которая тут же рядом. При ней работают станции скорой помощи и несколько коммерческих медицинских кабинетов. Доступность медицины в Цибанабалке заметно выше, чем в среднем по Анапскому району. Обращаем на это внимание людей старшего поколения, доля которых среди переезжающих в наши края на постоянное место жительства довольно высока. Во многом облегчает жизнь местных жителей и тот факт, что здесь есть свои администрации. В связи с этим многие вопросы можно решить, как говорится, сразу на месте, не выезжая в Анапу. По соседству с местной властью располагается участковый пункт полиции. Думаю, что законопослушные граждане не будут иметь ничего против. Есть в Цибанабалке места, где можно с пользой провести свободное время. Я имею в виду Дом культуры, на базе которого ведут свою деятельность несколько колоритных самодеятельных коллективов. Библиотека. Да, друзья, существует библиотека, и фонд постоянно пополняется. Можно также заглянуть в Почту России, стоя в очереди пообщаться со зносельчанами и обсудить последнюю новость. Хорошая новость для любителей спорта и здорового образа жизни. В селе есть свой стадион. Если всего перечисленного вам показалось мало, то вот еще один аргумент. Помимо мелких продуктовых и хозяйственных магазинов, в Цибанабалке работают супермаркеты. Пятерочка, магнит. Куда же без них? Можно по-разному относиться к тому или иному бренду, но все-таки мы давно привыкли к системе самообслуживания и большому ассортименту товаров на полках. Примечательно, что все вышеуказанные блага цивилизации располагаются вдоль одной транспортной артерии Цибанабалки – улицы Садовой. По факту именно этот участок и считается центром Цибанабалки. Именно здесь находится самая дорогая недвижимость этого села. Кстати, по этой же улице регулярно и вне зависимости от сезона курсируют два автобусных маршрута, связывающих Цибанабалку с Анапой номер 129 и 130. На автобусах можно добраться до ЖД вокзала, Пионерского проспекта, откуда до пляжа просто рукой подать, до автовокзала курортной части Анапы, городских рынков и торговых центров. Если выйти на прилегающей к Цибанабалке с запада федеральную трассу, то можно поймать еще несколько автобусов, а также добраться до аэропорта – маршрут номер 113 или малолюдных пляжей рядом со станицей Благовещенской. Вода там просто сказочная. Поблизости от Цибанабалки располагается железнодорожный вокзал и международный аэропорт. Из Цибанабалки легко добраться до Азовского побережья и Крымского моста, а также выехать в сторону Краснодара по дороге, проходящей через Славянск на Кубани. Обычно она менее загружена, чем дорога через Крымск. Интересно, недвижимость Цибанабалки стабильно высок. Выделю некоторые факты, положительно влияющие на интерес к покупке дома или квартиры в Цибанабалке. Во-первых, как я уже говорила, это близость к морю и доступность пляжей. Конечно, добраться не так близко, как если бы вы жили в курортном центре Анапы или в Витязево, но гораздо ближе, чем из Сибири или Дальнего Востока, откуда большинство приезжих за последние годы. Согласитесь, расстояние в 4-5 километров при желании можно преодолеть за считанные минуты, даже в разгар сезона. Путь к морю не перекрывает автомобильная пробка. Во-вторых, несмотря на близость Анапы и Пионерского проспекта, с их шумными дискотеками, яркими аттракционами и толпами туристов, Цибанабалка по-прежнему остается тихим уголком и островком стабильности. Здесь не наблюдается такого контраста между летом и зимой, как в курортных пригородах Анапы, когда с окончанием сезона как будто все вокруг вымирает. Это обычное село, где люди круглый год ходят на работу, дети учатся в школе, жизнь не остывает вместе с температурой воздуха. Словом, Цибанабалка похожа на типичную кубанскую станицу. Это та же российская глубинка, где все идет своим чередом. Идеально подходит тем, кто нацелен на спокойную загородную жизнь и умиротворенную обстановку. Друзья, еще раз напомним, что коттеджный поселок Жемчужина расположен на территории села Цибанабалка. Дома в коттеджном поселке доступны к продаже от малых до больших. Мы ответим на все ваши вопросы. Звоните в отдел продаж. Дорогие друзья, мы надеемся, что информация станет для вас полезной. Подписывайтесь на наш канал. У нас всегда хорошие новости. Редактор субтитров А.Семкин